Внимание! Сложившиеся ситуации и экономить электроэнергию. Блэкаут или полное крымское затмение. В ночь с субботы на воскресенье 22 ноября полуостров погрузился в Амглу. В квартирах погас свет, на улицах отключились фонари и светофоры на перекрёстках хаос. Сотовая связь срабатывает через раз. Перепуганные люди на ощупь спускаются на улицу. Там тоже непроглядная тьма. Только утром крымчане узнают это невеерное отключение. К ним на ещё вчерашнем украинском полуострове давно привыкли. Диверсия. Два взрыва вывели из строя лэб Херсонской области. Как раз те, по которым шло электричество из Украины в Крым. Умирать будем здесь. За Украину, за Крым. Что дело тёмное, станет ясно сразу. Кто взрывал для СБУ, почему-то тайно покрытая мраком. Хотя на фоне повальных лэб браво позируют бойцы правого сектора и активисты из Меджлиса крымских татар. Те самые, что уже устраивали продуктовую блокаду Крыма. Мы не понимаем, зачем нам нужно поставлять на оккупированную территорию электричество и продукты. Мы не понимаем. Без электричества Херсонской и Николаевской области. Но на войне, как на войне, случается агоний по своим. То тоже наша экономика. То мы ж тут вот такими молодыми приехали сюда по переснянию. Западной Украины причём приехали. Поднимали тут всё. И шовы теперь на нас. Насрали сверху. А когда ремонтные бригады попытаются приблизиться к взорванным опорам, в ход пойдут кулаки. Да не суток! За оружие не хватает! За оружие не хватает! Да что, пойдём, пойдём! Давай, давай, давай! Радикалы, называющие себя воины света, планируют держать бывших сограждан в темноте, пока те не одумаются. Нетрудно быть богом. Полный карт-бланш от властей и немного динамита. Вот и всё, что нужно, чтобы устроить. Конец света. На четвёртый день блок-аута в Крыму не ходят троллейбусы. Цены на бензин взлетели. На заправках гигантские очереди. Люди скупают свечи и электрогенераторы. В зоопарках замерзают животные. Больницы на дизель-генераторах. Может находиться под искусственным дыханием. Или идёт операция. И в это время отключают свет. И тут решается судьба человека. Это, знаете, уже бог покарает. Пока вокруг взорванных лэп идут баталии, президент Украины хранит загадочное молчание. Ни задержания, ни арестов даже спустя неделю. Как-то сам собой напрашивается вывод. Или это кому-то нужно, или радикалы настолько всемогущи. Президент пытается следовать за теми, кто выкрикует наиболее радикальные лозунги. Тем самым он считает, что он спасает имидж. А с другой стороны, тут есть ситуация, что президент не до конца уверен, что если он пойдёт на открытую конфронтацию с радикалами, что он победит в ней. Пойти на открытую конфронтацию, но не с диверсантами, а с Россией. Чтобы напомнить об Украине на Западе. А простых граждан отвлечь от просчётов действующей власти. Ещё одна из версий случившегося. Правительство находится под угрозой отставки. Я не исключаю, что отдельным членам Кабинета Министров, прежде всего премьер-министров, с учётом нулевого рейтинга, выгодно внимание общества переносить на подобную роду тему. Поговаривают и о том, что не случайно взрывы ЛЭП совпали с российской операцией в Сирии. И что за атакой на Крым стоят исламисты. Их появление в этом лагере было только лишь вопросом времени. Так как Украина превращается в серую зону, в настоящее дикое поле в центре Европы, это уже становится опасным для её соседей. Эта версия кажется невероятной, если бы не фото, где на фоне разрушенных ЛЭП командир батальона Джохара Дудаева, боевик с Кавказа Адам Асмаев, а рядом его жена Амина Акуева. Потом она с гордостью расскажет об обесточенном Крыме. Я думаю, что это очень справедливо, и я думаю, что это на пользу тем людям, которые там живут. Они обеими руками поддерживают каждой из них эту акцию, то есть препятствие в ремонте разрушенной, испорченной вышки. И они очень радуются этому. Но не очень-то верится, что этому радуются такие мамы, как Ирина, чьим детям не выжить без аппарата искусственной вентиляции лёгких, его не зарядить без электричества. Трёхлетнему Максиму повезло, для него волонтёры из фонда «Вера» нашли генератор. И теперь Ирина может не бояться, что малыш не доживёт до утра, потому что кому-то захотелось проучить бывших соотечественников.